Селезнёй Владимир Валерьевич, 1922 года рождения, 07.09 года рождения. За что вы сидели? От 105-го, за убийство. Частная военная компания «Лаблер». Как вы оказались в России? Поставили весь лагерь на плац, 1200 человек встали на плац. Заехала бронированная машина, вышел туда человек с двумя звёздочками на левой груди. Представился, что частная военная компания. Предложил помочь Российской Федерации повоевать, ну и так смыть свои грехи кровью. Кто останется жив, свобода, деньги и полчистые документы, всё. Это человек представился? Да. Как же он сказал? Пригожин. Много согласилось у вас идти? Да. 267 человек. Владимир, может быть вы допомменяете, что закон набирает? Сидельцев в тюрьмах и потом их, собственно, использовать как пушечное мясо? Это так и есть. Как есть? Да. Потому что я скажу, что который нас взял командира, он говорит, я буду командовать. И я, когда шёл, мы троём шли впереди метров 30-40, которые шли за мной, тоже зэки шли. И вот этот человек шёл, он там уже дальше был. Повернулся, у него очень далеко были. Видно, они хотели, ну как обычно, пушечное мясо, чтобы знать, где, какие позиции есть, кто стоит. Всё. Ну, мы как пушечное мясо. Вас когда вербовали, вы знали о том, как вас будут использовать, что это так? Ну, вообще-то, когда нас вербовали, нам сказали совсем другую историю. Нам сказали, что вас сразу не кинут на передовую. Мы даже пройти были курс две недели. Потом с опытными ребятами на втором плане смотреть, как они это делают, как зачистку эту делают. И прикрывать. Всё. Ну, а тут совсем всё не так. Так, я скажу, что, пацаны, я вот смотрю и говорю вам, как есть, потому что я здесь. Что 6 месяцев вы не продерживайтесь в любом случае. Даже 2 дней можете не продержаться. Если есть возможность избежать этого, избегайте, как можете. Подключайте мам, пап. Пусть под зонами стоят, плакатами. Досидите свои срока и выйдите спокойной душой. Здесь не ваша война. И не наша война. Они защищают свою землю. И они имеют полное право диктовать условия. Потому что мы на их стороне. А не они на нашей. А Владимиру Владимировичу, я скажу, завязывайте эту войну. Она ни к чему не приведёт. Только жертвы. Уже и так 65 тысяч. Сколько надо жертв, чтобы всё угомонилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова